Добрый вечер, друзья! Я получил важное письмо и на него сейчас буду отвечать, за то вы узнаете о настоящих садоводах. Настоящих, подчеркиваю. Итак, вот оно письмо, значит, Солисейко Алексейко с Латинковым, с его женой Галей, теперь уже вдовой, вот, меня связывала очень крепкая дружба, еще с Долматовым, вот теперь, вот так получилось, что двоих уже нет, а мы еще с Алексейко. Коптим небо. Так, значит, получаю письмо от Алексейко, я обещал на него ответить так, чтобы знали все. Это лишний повод рассказать, что такое Бутинкова, какую роль они сыграли в моей жизни и в жизни всего, я считаю, российского садоводства. Это те самые мы, наша команда, это, так сказать, стучные изделия, которые не повторяются и которые не дублируются. Итак, чуть позже я вам покажу, я вам покажу сайт Бутинкова, чтобы у вас, нет, чтобы вы были живы, но некоторые молидолы придется попробовать. Так, заглядываем, идет эта запись, наверное, идет. Значит, вот такой я получил. Здравствуйте, Олег Константинович. На вашем крайнем вебинаре садоводы спрашивают о проморозке семян по Бутинкову. Итак, есть повод поговорить про проморозку, потому что я никогда этим не занимался. Передам слово моим друзьям, а заодно и лишний раз напомнить, кто такой Бутинкова, не помешает. У меня сохранились его рекомендации, то есть Бутинкова записано с его слов. Для тех, кому это интересно, могу поделиться. Смысл работы – речь о проморозке. Расшатать насильственные сорты, выявить вскрытые возможности поморозокести. И таким образом перенести южные сорта на север. Олег Константинович, подражателем работы Юры является его супруга Галина. Да, когда-то я устраивал, когда он умирал, я устраивал даже коллективное чтение молитвы. И у меня вот текли слезы непрерывно. Супруга вдова. У нее свой огромный питомник, она большой тружень, жаль, что вы нередко вспоминаете. Я не вспоминаю, прикажем в подобном случае. У нее есть реализация персики, черешья и два сорта шелковицы, много сортов абрикосов. Зайдите на ее сайт и ютуб-канал, вы будете удивлены, это все рассчитывается на Урале, Челябинске. Найти ее просто. Набираем сайленсы от Галины Латинковой. Галина сейчас продолжает наблюдение на санкции южные сорта выросших после проморозки семян. Надеюсь, что она публикует видео об этом опыте с реальными результатами. Теперь конкретные и дословные юридные слова. Вот что он говорил. В новогоднем на столу мы много покупаем южных фруктов, съедаем и семена выбрасываем. А ведь можно выращивать эти южные сорта и в холодном племоте. Расшатаем их на связи с проморозки семян. Я никогда этого не делал, поддерживаю эту тему. Знаете почему? Я просто представляю, как, когда мы с Юрой начали заниматься экзитивной гибридизацией, за что получали, по морде, по голове, присвоили нам клички. Сами знаете, какие, да? Вот. Самое из них мягкое, это то, что мы выращиваем эти химеры. Так вот, значит, в них, я считаю, у самых культурных сортов есть гены морозостойкости, которые спят, а есть у самых скромных сортов, гены культурных сортов, которые, наоборот, чтобы выжить, отодвинулись на другой план. Поэтому я поддерживаю эту тему, хотя, сейчас, в личном опыта нет. Продолжаю тему. Как говорите, это семечек. Только вся процедура залет 15 дней. Вот технология проморозки. Берем семена, кладем в раздельную камеру на один час. Затем на отдых в холодильник, где температура плюс 5 на двое суток. На четыре часа в мороз, на двое суток плюс 5, на двадцать четыре часа в мороз, на семь раз суток отдых плюс 5, на сорок восемь еще в мороз. Да, вот четкая инструкция. Песок на обычный, последний пункт, песок на обычную сертификацию. Конечно, всем интересный результат. Я лично провел такую процедуру. Не все семена взошли, не все перенесли первые зимы. Это естественно. Некоторые вымежны пород снега. Но есть исключения. Если те, кто вышел в снегу, не подмерзают, это груши, ямы, не так как и месяцы, то пока еще не плодоносили. Я жду плоды с нетерпением. Кстати, в августе выйдет в каталог сармсом. Галина, вот на реализацию. Ознакомиться можно на сайте Галины. Вот. Давайте я сейчас, раз еще не готов каталог, но мы любопытно, давайте заглянем в Галине. А, давайте. На ее сайт. Ну, естественно, старый совет, старый совет, самый, как это было, знаменитый выражение, я уже прошу выйти из зала, то есть отойти от компьютера, а, значит, впечатлительных, започись в ледонном. Видите? Вот. Меня зовут Латинкова Галерия Дмитриевна. В 17 лет занималась одолженностью с моим мужем Латинковым Юрием. На сегодняшний день продолжаю наше совместное дело. Занимаюсь врачами сармсом. С аутоиспытанием культуры для своего региона. Секундочку. Так вы видите, не бадует. Вот. С аутоиспытанием культуры для своего региона. Вопросы в месчайнице в агитативной гибридизации. Видели? Вот. Видели, кто занимается в агитативной гибридизацией? Галер, она таких, знаешь, сколько, это самое, на всю страну. Несколько человек. Вот. Как говорится, для тебя постарше. Хоть ты даже вид этого момента, когда она будет призвана. Вот. И фамилия Латинкова станет известна всей стране. Латинковых. Вот так. Теперь мы с вами... Ну, как же не посмотреть на эту красоту. Видели? Видели? Теперь. А это так сказать присказка. Идем дальше. Прогуляться по питомнику с хозяйкой можно здесь, на Галином YouTube-канале. Ну что, нажимаем? Нажимаем. Потом будет еще вторая полная фирма. Это еще не все. Я должен обязательно сказать о том, какой ум, какие знания, какой опыт Юрий Алексеевич. Итак, значит, Сармис и Галины. Так. Спасаем абрикос от раннего проблудения. Как зимуют персики в теплице. Забачивание косточек перед их статификацией. Вот. Декрутация персика. Это-то-то. Декрутация итальянского персика. О-о-о. Вот. Абрикосовый рая на Урале. Насчет абрикосового рая. Значит, я скажу, где наши пути пересеклись. Это, я надеюсь, только мне знать, куда надо зайти. А была, не была. Вот эти. Итак. Архив. Смотрим. И находим вот такую уникальную вещь. Это будет сейчас, сейчас, сейчас. Так. Слово семинар. Я когда проводил семинар, вот. Я добавил у него вот этот пункт. Последний. Семинар. Железово, сады моих друзей. Вот. Галинные данные. Вы когда будете заказывать санкции, все свежее вы увидите там. А я грожусь, знаете, чем? Вот. И возмущен, да нельзя. Почему? Потому что сейчас я пропускаю еще одну волшебницу. Сегодня я говорю про супруга Латинкова. и про живого, и про живую, и про не совсем живого. Хотя в душе он у нас живой. Вот. Это я пропускаю волшебницу. Хотя она вся наглуба с ней. Они уже много раз говорили. Хотя надо бы снова. И так вот. И так вот эта фотография. Очень ценная. Вот. Теперь. Вот это вот я буду просто листать. Знакомьтесь, почему. Проходили. Прошло вот два-три года, как я каждую запятую рассказал. Каждую. Показал каждую фотографию. Вот. А сейчас просто дело в том, что тот из вас, может быть, найдутся те, кто когда-то станут и сообщниками, и последователями. А может быть, и когда-то и ученые начнут знакомиться с тем, чего сейчас они не то, что не делают, даже не знают. Вот. А это просто вот читайте потом. Это у меня уникальный архив. И чего в нем только нет. Знаете, что мне понравилось? Вот действительно. Я про него столько прекрасного рассказал. А он про меня. Лучше агротехника. Ужилиза ВК. Понятно? В его книге все доступно путем написано. Вот. Я не знаю, видел ли вы последнюю книгу? Нет, не видел. А последнюю вот. Вот о ней идет речь. Лучшая агротехника. Это человек, который никому не завидует. Я даю должное нашим друзьям. Мы с ним переплелись. Знаете-ка, у нас оказалось, что мы оба, каждый со своей пути. И когда встретились, пожали друг в руку, свидетель его супруга, Галина Алатинкова, Галина Алатинкова, когда мы встретились, и вдруг оказалось, о, ужас! У нас все одинаково. А говорят, с ума-то, мне тоже, это самое, у виска крутили, но с ума-то сходят по-одиночке. Не могли двое придумать одно и то же. И придумали новое понимание в вегетативной геомизации. Представляете? Оба! Вот. И вот пока я только листаю, 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 листаю. А вы потом спокойненько будете отключить этот фильм, будете останавливать, читать, останавливать, читать. Вот. Вы узнаете про уникальность, на тот момент. Пусть 10 лет прошло, она не потеряла своего этого, как сказать, своей актуальности. Ну, может, цены чуть-чуть поднялись. Читаем, останавливаем, читаем, останавливаем, читаем, останавливаем. Вот. И, наконец, мы смотрим уникальную фотографию. Вы поверите, что так могут, что так могут. это каким волшебником надо быть, да, Галя? Какой волшебник, чтобы вот это вот. Я даже пытаться бы не стал. Вот. Это что за вырожай? А? Еще не каждый поверит. Преимущество низких прививок. Вот. Даже не буду ничего говорить, просто это. Вот. Вот это вот его мысли. Вот. Сейчас случилось следующее. Вот. Максим Никитин были, выскочил как из этого самого, как чертики с табакерки. Обошел всю современную науку. Молодой мужик. Девять лет затворничества. Напечатал статью. в одном из самых уважаемых журналов «Планеты». Вот. Журналисты увидели, что это, и схватили за голову. Да и наш, российский, гений. Вот. И тут науке деваться было некуда. каким-то образом узнал об этом премьер-министр России. Вот. И сказал на весь мир. У нас появился свой гений. Вот так вот. Мишустин как вот это узнал бы он про Латинкова. Если бы он узнал. Дело в том, что все, что теоретически с помощью только одних лишь анализов узнал и доказал Никитин Молодович, он мы уже давно на практике премьер. Вот это самое обидное, что он должен быть с нами. Мы должны быть с ним. Он еще когда-то будет подано на Нобелевскую премию. Может, уже не будет. Мол, чихали мы хотели, там политика. Вот. Или если будут давать Нобелевскую премию, он так с негодованием откажется. Вот. Скажут, что государственная премия российская лучше. Вот. И так далее. Престижнее. Но дело в том, что Латинков умер, и этого не дождался. Ну, в чем дело. Читайте, читайте. А вот она гибридизация. Вот. А вот это вот все, которые мим малейших это самое понятие объективной гибридизации вот, с презрением написало, что и наши имена известны в узких кругах. и как она прорыва. Вот. И она взяла и скопировала из этого википедии вот эту фразу, которая кончается страшной, какая-то, вот он, негативная гибридизация, уже наука. Вот это наше уровень. Не видеть, не проверять, не знать. Плевать на то, что, вот смотрите, на что плевать. Показать? Показать? Вот. Смотрите, это железо. Это мои гости я угощаю. Не только чаем. Вот. И вот это вот пошла в фото галерею нашего друга Юрий Алексеевича. он использовал. Сам догадался то, что я догадался, а я сам догадался то, что он применил в своей жизни. Всё это было до нашей очной встречи. Мы не знали друг друга. Вот они, вегетативные гибриды. Вот они. Вот они. И это ещё было 10 лет назад. Вот. Это было 10 лет. Я имею в виду косточка. Все, чтобы вы не обращали внимания. Просто не бойтесь. Вот. И ещё прошло 10 лет. А вот знаете, что за эти? Дальше не буду пока. Там ещё есть приводок хитро. Быстро-быстро. Быстро-быстро-быстро-быстро. Это 10 лет назад. А сейчас в современном каталоге увидите то, что я сейчас. Вот. И то, что случилось чуть назад куда-нибудь. Сейчас надо мне какую-нибудь красивую фотографию привыкнуть использовать. Такой с вегетативным гибридом. Я скажу, что это ещё это его гибрид. А ещё у нас вообще есть. Вот. Случилось огромное чудо. Сейчас, сейчас. У меня косточковая культура нужна. Вот. Господи, сколько ты создал всего. Боже мой. Вот. Ещё немножко. Сейчас скажу самое главное. Вот. Видите? Так вот, на тот момент у нас были разные академики. Это его академик. Видите? А у меня свой академик. они настолько разошлись, что от классического академика в моём сведении осталось даже воспоминаний. Нет, воспоминания были, и стали фотографии были. И он мне сказал, Константинович, я закреплю свойства. У тебя принцип такой, каждый день один из на планете. Вот. Что это самое. Я считаю, что мой долг, это сказал Юлик Алексеевич, что мой долг загребить эти свойства. Присылай. Я бы прислал свою уникальную коллекцию. Он вырастил. И не просто там две-три дерева ломятся от фруктов, академиков, королевских, там вот, и в серафимах. Фаин. Вот это всё стало нашим общим. Потому что я создал, но в каждом поколении они обязательно меняются. именно и он взялся закрепить и закрепил. Вот. И стало нас двое. Вот. Разные люди, но одинаковые. Оба металлурги, и оба хороши. Вот. Не буду сейчас олегами охвататься, но мы непростые металлурги. И садоводы мы оказались непростые. И вот. И обозвали нас шаманами неспроста. с трибуны съезда садовода в России крупнейший абрикосовод. Вот. Но знаю, видя, уже знаю, уже изучив нас и знаю, что у нас результаты лучше, назвал нас шаманами. Представляете? Это мы ходили по своим садам с бубнами. У него свой бубен. Я вот тут вот у Винца бубен занял. Вот. И ходил бум-бум-бум-бум-бум. Вылечить два раза. Бум-бум-бум-бум. Увеличить три раза. Бум-бум-бум. Вы представляете, в какой атмосфере мы жили. И в этой атмосфере сейчас сказать-то нечего. 30-40 ведешь дерево самое. Это что? Не абрикосы? Не заметит? Вот. Теперь мы окружены молчанием. Обидно. Ну что, друзья, посмотрели мы это все. Вот. и наверное там есть еще посмотрим. Это конец материала? я уже забыл. 10 лет прошло. Вот. А вот, 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 вот. И это все загонку я вас очень прошу. Пожалуйста, здесь материал не простой. Это учеба. Это учеба, это учеба и игра. Вот. И здесь даже есть вот это. Так уж получилось, что если вы запустите у меня вот эту вот статью, и вы еще увидите и вы еще увидите уникальный материал, потому что здесь про троих. Первый это Татьяна Сан-Нога, второй Латинков, Галя Латинков и третий мой друг, настоящий ученый, Чернышов Юрий Петрович. Вот. Это все у меня вошло как бы отдельно, как бы отдельная тема называется Сады моих друзей. Вот теперь я, наверное, все сказал. Значит, итак, Галя Латинкова желаю удачи для меня в помиле Латинкова святая. Вот. Мы искренние друзья и продолжаем это дело. И еще раз скажу вам, еще раз скажу вам, видите мы где? Например, вот здесь. И еще где мы были. Сейчас, секундочку. Вот. Вы сейчас поймете, что я хочу сказать. Что я хочу сказать. Дело в том, что на всей стране на сотня плодопитомников фальшивых, мошеннических, которые продают сами не знают что, у которых фотографии и мои, и несколько фотографий это. Галя, несколько фотографий с твоего сайта. Не вот этого, а и то, что раньше было. Может быть, что-то там изменилось. Вот. И с коробкой спичек, с которой ты держишь в руках. Показывай, какие крупные плоды. А на это приходит сотня сайтов, которые выписывают юрные саженцы, обреченные на смерть. Как мало таких. Вот, Галя, с это самое. Пусть уже с неживым мужем, с Юрой, вы срочные изделия. Благодаря вам еще хоть что-то теплится. Хоть что-то. Ну, а я сейчас созреваю в ваших малинах. Вот это вот. Спасибо, прислали. Ваша смородина созревает. Спасибо, прислали. сладящая груша, всем. Спасибо, прислали. Вот. Господи, как здорово иметь таких людей. Надежных, поверенных, честных, да-да, это до копейки честных. Вот. Ну, а вас, друзья, благодарю за внимание, что вы дослушали меня до конца. Вот. И не прощайтесь вас с нами. Не Железовым Сергеем, который подает саженцы, не с Галилой, Кенковой, которая подает саженцы. Это два лучших питомника в России. В России. А так как Белоруссия, я когда-то еще и критиковал, заходил на сайты белорусских питомников, а у них одни те же фотографии. То есть они тоже присвоили фотографии с интернетом. Казахстан, я про него старат говорил, Украина там это самое, триумфальное шествие моего Персика Хасадского, моего личного. Вот. Но Украина где сейчас? Лучше даже не вспоминать все это самое. Просто нельзя вспоминать. И тогда подчеркиваю мы больше еще парочку назову подмосковую Макару. Вот. А сейчас сразу в голову что-то не приходит. Кого бы еще назвать? Еще несколько человек назову. Все. Но это на сотни, на сотни. Вот. Все последнее держится на нас. Галя до свидания. Значит Алексей Алексей до свидания. Спасибо что дали мне повод поговорить. Хороший повод. Почему? И тема с проморожением открыта. Вот. Открыта. Я нужно заниматься серьезно. Я вспоминаю сколько мне лет из семечки. Сейчас я возьму вон они у меня в полный холодильник. Семечи косточек. Я возьму заморожу проморожу заморожу проморожу. Через сколько лет я узнаю они потеряли или не потеряли это самое культурное качество. Вот. Улучшили качество не улучшили. Я этого не знаю. Вот. Поэтому эта публикация касается более молодых людей. Ну что до свидания. Я бы сказал все что считал норму. не что ? Не это это не .